Но всё-таки у меня до этих 14 лет была подготовка. Может быть, не такая серьёзная. У меня, конечно, не было основ таких школьных, как это делается в первом классе, когда детей ставят на ноги. Доброе утро! Здравствуйте! Ну что, как у вас проблемы? Училась я всего 5 лет. Да, я могу сказать, мне не хватало сил, физических сил, для того, чтобы исполнить какую-то партию. Потому что они не вырабатывались вот так вот, как это должно быть, знаете, год за годом. Я это потом дополняла чем? Репетициями. Большим количеством репетициями. Я помню, когда я готовила Мирту с Тамарой Петровной, мы её отнесывали два раза в зале, для того, чтобы один раз выйти на сцену. Это трудно. Вот таким образом я набирала физические силы. Мирту с Тамарой Петровной Эстетика балетная, она требует красивых внешних данных, красивого тела, особенно у женщины. Мужчины, может быть, взять чем-то другим, правда? А у женщины должно быть красивое тело, красивое лицо, красивые длинные руки, ноги, подъём, стопа. Все данные, которые мы требуем от наших детей, которых мы сейчас принимаем, это не просто так. Это необходимость. В нашем деле каждый ребёнок – индивидуальность. Потому что, как говорят, штучный товар. У нас действительно так учатся. Это дети, которые приходят сюда с очень яркими индивидуальностями. Они очень талантливые. Два. Стопа. Плечи, девочки, плечики опустите, опустите. И свободнее немножко. Но больше проезжать надо, дорогие. Ну да. Но всё-таки такая Академия хореографии, как наша, которой 235 лет, обязана выпускать хороших артистов, правда? Мы не можем выпускать всех подряд. Вместе все, Танюша, раз. Понимаешь? Не пошли. Поднимите правую. Смотри, как у девчонки. Левый, 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 ножка. Левый, левый, левый. Примерно, ну, на половине своей творческой жизни, может быть, немного позднее, я поступила в ГИТИС на курс Марьи Тимофеевны Семёновой. И закончила ГИТИС, получила образование высшее, как педагог. Я могла преподавать. После того, как я закончила танцевать, меня давно уже приглашала в школу, Софья Каланна. Я пришла сюда и стала преподавать. Папа, не напрягай руки. Вот ноги сильные делают кабриоль, а ручки очень нежные и мягкие. Мне это очень нравилось. Вы знаете, мне сейчас это очень нравится. Это мне очень близко. И у меня есть такие ученицы, которыми я могу уже гордиться. Это и Светлана Лункина, Наташа Осипова, ну, и другие девушки, которые танцуют в Большом театре. Я ими тоже очень горжусь. Они занимают свое положение, очень достойное положение. Они не ведущие такие балерины, но очень хорошие солистки. Очень многое сделали мы с Софьей Николаевной вместе, спектакли. Ее задумки, в общем, где-то я воплощала, потому что я была репетитором, наверное, центральным репетитором. Я репетировала все, что мы делали здесь, и Шапиняну, и Пахиту, и все спектакли, которые задумывала Софьей Николаевна, я в основном была как бы ведущим, главным репетитором этого всего. Ну, как-то она очень мне доверяла. Я считаю, что я счастливый человек. У меня есть семья, у меня есть муж, у меня есть дочь, у меня есть внучка. Я их люблю очень. Аня моя закончила эту школу, она танцует в Большом театре. Внучка Александра, будет ли она балериной, я еще не знаю, но она уже танцует там. Детишки – это наше будущее, вы знаете, ведь наши детишки, они идут в главный наш театр, для нас главный театр – это Большой, который, например, я, конечно, очень люблю эту труппу, и театр я люблю, и это наша слава. Ну что вы. Наше учебное заведение, оно такое старинное, оно имеет свои традиции. Мы, конечно, изучаем сейчас и современную хореографию, мы приглашаем к себе на мастер-классы педагогов из других стран. Она в ноябре к нам приедет Лизаба Этплотель, я ее просила приехать к нам тоже на мастер-классы. Вы знаете, это все очень интересно, это все очень любопытно, это все нас обогащает. И при том, что мы должны и чем-то питаться, мы должны сохранять себя. Родиции надо сохранять. И, наверное, моя задача такая. Мне кажется, праздник удался. На меня это очень большой подарок. Очень большой подарок, юбилей в большом поле.